Венесуэла 25 марта 2019 года в Венесуэлу прилетели два самолета с российскими военными. Два российских самолета с группой российских военных прибыли 23 марта в Венесуэлу для участия в консультации по военно-техническому сотрудничеству, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Такие красивые слова, знаете, все благотворительность, все во благо кому-то, народу Венесуэлы или нашим военным. Однако же, что стоит за этими словами? Собеседник агентства отметил, что между Россией и Венесуэлой действует несколько контрактов, заключенных несколько лет назад. Поэтому в визите российских военных, ну естественно, нет ничего тайного и загадочного. Все в рамках контрактов, в рамках договоренностей. Если вы помните, я говорила, что Венесуэла это страна наших военных, которые скупили ее на корню главное разведывательное управление. Но это так мне кажется, это по моим данным. А неназванный венесуэльский чиновник сообщил, а США и этот пресс, что российские военные приехали, чтобы обсудить техническое обслуживание, оборудование, а также тренировки и стратегию. В декабре 2018 года Россия переправила в Венесуэлу два стратегических ракетоносца Ту-160. В январе сообщалось, что на фоне политического кризиса в Венесуэлу прибыли наемники из ЧВК «Вагнер», чтобы охранять президента страны Николаса Мадуро. Кроме того, в январе в Каракас летали несколько российских самолетов по одной из неподтвержденных версий, чтобы помочь Венесуэле продать золотой запас. Об этом можете посмотреть у меня. Есть пару роликов о Венесуэле, о ее золотом запасе. В принципе, миллиард долларов, который, миллиард двести долларов, который не выдавало американское правительство, положило санкции на капитал Венесуэлы. Это похоже на вливание российских военных, российского бизнеса как раз Венесуэлу. Это они купили страну с патарахами. Венесуэлу взяли и купили. Так легко и просто. Ну, недаром же повар Прикожин такой богатый человек. И его богатство несравнимо с многими богатствами наших олигархов. Но на то он и повар, чтобы сварить себе все это богатство. Я вам хотела сказать здесь в этой связи о другом. О том, что странные стечения обстоятельств. В субботу эти два самолета с российскими военными прибыли в Каракас, Венесуэлу. И похоже, кто-то дал отмашку на приземление этих самолетов в Венесуэле. На вхождение, я имею в виду, российских военных в Венесуэлу. Понятно, что они вошли для того, чтобы поддержать власть на месте. Для того, чтобы защищать Мадуро. Но почему они вошли именно в субботу? А потому, что в субботу был готов уже доклад господина Мюллера, особого прокурора Соединенных Штатов, о том, что Трамп и русские деньги не соприкасаемы. Невиновен Трамп. Трамп не использовал он русские деньги в своих выборах. И в своем выборном процессе это не использовал Трамп. То есть, Трамп в субботу, улетая уже на отдых, на уикенд, он уже знал, каков будет доклад. Ему уже его показали. Доклад чистенький, абсолютно чистенький этот самый доклад. Но не мог же этот Мюллер сейчас начать переворот в Соединенных Штатах только одним своим докладом. Потому что, если признали бы российский след, то в Соединенных Штатах начался бы большой переполох. Пришлось бы Трампа убирать от власти. А это, может быть, уже многим невыгодно. Поэтому выгоднее пусть досидит до своего окончания срока. Ничего. Ну, дали русские деньги. Ну и что? Никто не доказал. И прекрасно. Пусть так все и останется. Вот на этой ноте, на ноте положительного доклада, чистенького доклада, на четыре страницы. Доклад Мюллера составляет четыре страницы. И на этой ноте Трамп улетел в отпуск на выходные, на уикенд. А в это время самолеты российские с военными заехали в Венесуэлу. Начнется заварушка, да. Начнется драчка. Но это же кому-то выгодно. Война же всегда приносит большие доходы. Это выгодно. Только у меня как-то вот состыковываются эти два факта. Доклад Мюллера. Абсолютно чистенький. И вход российских военных в Венесуэлу. Это, в общем-то, вход российских военных в Венесуэлу. Кто-то дал отмашку. Не кажется вам чудно, да? Доклад и вход военных. Доклад и вход военных в один и тот же день. Итак, расскажу два слова о докладе. Доклад, наверное, самый дорогой в мире. Потому что стоил он американским налогоплательщикам 35 миллионов долларов. А в докладе всего 4 странички. И так, каждая страничка по 8 и 75 миллионов долларов. То есть почти по 9 миллионов долларов каждая страница доклада. Но где вы видели более дорогой доклад, я не знаю. Я не видела более дорогих докладов. Так вот обошелся такой чистенький доклад налогоплательщикам Соединенных Штатов. Спецпрокурор Соединенных Штатов Мюллер потратил на этот доклад почти два года. Два года налогоплательщики содержали весь штат. И, собственно говоря, все то, что покупалось или продавалось. Вы понимаете, да, что нет выгоды убирать сегодня Трампа от власти. Уже все завертелось. Уже все идет как нужно. И поэтому, чтобы демократы сегодня не предпринимали, то Трамп все равно останется у власти. И все равно, как сказал Песков, демократы будут искать черную кошку в темной комнате. Но самое главное, что там ее нет. Можно смешки дарить и раздаривать народу. Можно смеяться над тем, как мы всех объегорили. Однако же на этом самом объегоревании мир все больше движется к войне. Венесуэла не избежит теперь войны. Для этого и прибыли российские военные в субботу Венесуэлы. Я Таня Карацуба, Сеидбурхан. Помогайте каналу, чтобы я вам делала такие прекрасные аналитические расклады по всему миру. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Таня Карацуба